Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский. В этом видео, в последний день премывания на Кипре, точнее, предпоследний, завтра мы уже отсюда улетаем, целую неделю провели, я хотел поделиться с вами пятью открытиями, с которыми мы здесь столкнулись, находясь впервые в этой стране. Ну, подумал, я расскажу вам об одном открытии, об одном наблюдении, и мне кажется, это наблюдение будет очень полезно для вас. Потому что то, что случилось со мной здесь, в этой холодной воде Средиземного моря, куда мы ходим каждый день плавать, тренироваться, повлияло так на меня сейчас, что я по-другому начинаю вести бизнес. Хотите знать? Поставьте лайк. Да, не забудьте. И если вы еще не подписались на канал, подпишитесь. И, конечно, поделитесь этим видео со своими друзьями, если то, о чем я сейчас вам расскажу, будет вам полезно. Начну с истории, которая случилась вчера. Вечером мы проводили в Лимассоле. Сейчас мы в Пафосе. Живем мы в Лимассоле. Вчера вечером в Лимассоле я проводил мастер-класс «Разбуди все гения». Собралось больше 20 человек из Лимассола. Кто-то приехал из Пафоса. По-моему, из Дейкассии кто-то приехал. И я рассказывал то, о чем я рассказывал до сих пор в 16 странах. Кипр – это уже 17-я страна, где состоялся мой мастер-класс «Разбуди все гения». После мастер-класса подходит ко мне девушка Алина. И она очень успешно ведет бизнес на Фейсбуке. Она, у нее большие объемы фанов на страницах, на нескольких страницах. Миллионы людей, подписчиков ее проектов. И она говорит, Николай, то, что ты сейчас сказал, у тебя 20 больших целей. Ты хочешь выйти на англоязычный рынок. Я знаю, как тебе помочь через Фейсбук. И тем более ты любишь записывать видео. Все, что нужно, она будет делать с тобой. Это всего лишь регулярно выкладывать 2-3-5-минутные ролики. Ты же это легко делаешь. А у меня в голове мысль. Да, я английский язык знаю, я на нем выступаю, я на нем читаю, я на нем пишу, я на нем фильмы смотрю. В общем-то, большую часть, не большую часть, процентов 10-15 времени в день, если не 25, у меня проходит в голове на английском языке. Но мои первые блоки и препятствия сразу же. Каждый день записывать ролики или даже через день по 3-5 минут, они же должны быть вылизаны. Они же должны звучать идеально и безупречно, если я хочу стать популярным видеоблогером на английском языке. И я всяческие отмазки придумаю. Алина, знаешь, сейчас у нас новый проект. 1 февраля начинаются духовные деньги. 4 месяца, 16 недель. Я буду 16 лекций разрабатывать. Не каждая лекция уникальна. Отдельно про инвестиции, про деньги. Отдельно про духовность, про метафизику денег. Смотрю на Таню, она смотрит на меня и понимает, что я еще тот саботажник прямо сейчас. А оказывается, что происходит? Действительно, я нахожу поводы, чтобы не выходить на англоязычный рынок, потому что действительно нужно будет поднапрячься. И да, если я буду каждый день записывать видео на английском языке, они не будут такие, по-английски называется smooth, ровные, гладкие. Будут спотыкания, будет взбивание. И сегодня утром я снова иду в это море холодное, в котором по прогнозам написано 17,7 градусов, 17,7 десятых. Но на самом деле, куда мы туда ходим? Там такой холод, и мы плаваем по 15 минут в этой холодриге. Ты когда заходишь в это море и плывешь, руки-ноги сводят, а когда вам нужно опустить голову, лицо под воду, чтобы плыть кролем, вода аж обжигает холодом лицо. И этого никак не хочется делать. И поэтому плывешь, поначалу голова из воды торчит, но понимаешь, что так далеко не наплаваешься, что это неправильный стиль плавания. И придется все-таки голову под воду опустить. Так вот, что сказала наша тренер Оля Береснева. Я говорю, Оля, тут такой холод, но я же понимаю, что нам нужно научиться в этой холодной воде плавать. У нас столько заплывов. Ocean Man, переплыв через Босфор. А там всегда, так или иначе, могут возникать вопросы холодных течений. Или корабль проходит, поднимаются слои холодные. И она говорит, Коля прав, абсолютно. Многие люди, когда начинают плавать, и даже плывут через Ла-Манш, они не доплывают не потому, что они устали, руки-ноги болят. Нет, а как раз потому, что они готовы к этим непредвиденным обстоятельствам. Потоки холодной воды, мороз по коже. А люди просто к этому не тренировались, не готовились, не тренировались. И она говорит, единственный способ научиться плавать в холодной воде, это плавать в холодной воде. Я думаю, как хорошо, что мы прилетели на Кипр сейчас, на эту неделю. И 4 или 5 раз вы уже ходили в море. Завтра утром перед самолетом, надеюсь, мы еще успеем забежать туда. Потому что те заплывы, которые мы себе надумали, Ocean Man, и Греция, и Италия, и Испания, и Босфор, и потом Украина в сентябре. Там уже, конечно, будет тепло в Одессе. Это уникальная возможность, еще больше повысить шансы того, чтобы стать чемпионом. Потому что большинство людей, которые будут нырять в те заплывы, тренировались в бассейне. И есть, наверное, большая разница. Бассейн в тепличных условиях и стихия с волнами, холод в Средиземном море, либо в любого другого моря. Так вот, к чему я это говорю, и почему эти две истории вместе объединяю. Невозможно стать известным, популярным видеоблогером на английском языке, если просто ждать, что однажды я научусь разговаривать на английском языке так, что в любой момент буду включать камеру и записывать на ура видосики. Нет. Нужно включать камеру и записывать так, как это получается сейчас. И да, будут ошибки. И потом есть смысл с кем-нибудь из своих друзей американских делать работу над ошибками. Смотреть, что можно улучшить. Но по-другому не получится никогда. Точно так же и с заплывами. Нужно научиться плыть в холодной воде. И только тогда вы сможете нырнуть в любое испытание на любое соревнование. И это касается спорта. Это касается английского языка. Это касается вождения автомобиля. Кстати, очень многие девушки сидят и ждут. И моя жена, кстати, тоже, что однажды они научатся водить автомобиль. Но это не произойдет никогда до тех пор, пока вы не сядете. И да, покроетесь потом, укакаетесь со страху. Но все-таки поедете первый день, второй день, третий день, четвертый. А через полгода вы уже будете вспоминать и смеяться над тем, как это было когда-то. Это касается абсолютно всего. В большинстве случаев мы можем освоить что-то только тогда, когда мы окунаемся с головой туда. И пусть поначалу это криво, косо, нелепо. Но в конце концов получается мастерство. Что вы по этому поводу думаете? Насколько для вас была полезна эта история? Или эти, точнее, две истории? И, кстати, мы сейчас через несколько часов снова встречаемся с Алиной, уже в Лимассоле. И я думаю, что мы с ней договоримся, как мне выходить на американский англоязычный рынок с ее помощью. И да, записывать видосики на английском языке каждый день или через день. По две, по три, по пять минут. Но главное это делать. И я хочу вам задать вопрос. Что вам нужно начать делать уже сегодня? И пусть это будет криво, косо, нелепо, мерзко, гадко, отвратительно в вашем понимании. Но вы чувствуете, что если вы начнете делать эти маленькие шаги, то завтра неизбежно придете к успеху. И напишите в комментариях, что вы намерены начать делать так же, как и я. Нелепо, но записывать подкасты регулярно на английском языке. С вами был ваш Николай Танский из города Пафос, из Кипра. До скорой встречи. Пока.